Аналитики ожидали ослабления позиций доллара по итогу заседания Комитета по операциям на открытом рынке, но что-то пошло не так. Котировка индекса доллара рванула вверх и добралась до отметки 93.50, однако вряд ли ралли продолжится. Аналитики уверены в кратковременности сложившейся динамики, особенно с учетом последних статистических данных. Так вчера стало известно о замедлении роста потребительской активности, а потребительские расходы между тем составляют более 2 трети ВВП США, а значит американская экономика продолжает демонстрировать слабость. Что же именно вчера так взбудоражило участников рынка? Дело в том, что в составе членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС отмечены разногласия в определении дальнейшего курса монетарной политики. Не все поддерживают стратегии удержания ставок на текущем уровне до признаков полной занятости и уверенной инфляции, уровень которой будет обеспечивать стабильный 2-процентный рост цен. Так рынок обратил внимание на комментарии главы Федерального резервного банка Атланты Роберта Каплана, который высказывается за более гибкий подход к вопросу определения размера процентной ставки. И как мы видим на графиках, именно господин Каплан обеспечил подъем доллара США. Но вновь напомним, что лишь один член Комитета по операциям на открытом рынке никак не может развернуть тренд. Так, к примеру, в паре с японской иеной доллару все равно не удалось отыграться. Прежде всего потому, как фондовый рынок США, в отличие от доллара, ушел в красную зону. А это явный сигнал к росту иены. Ну и кроме этого, инвесторы продолжают приветствовать утверждение кандидатуры нового премьер-министра Японии. Так, котировка идет уверенно вниз, нацеливаясь на обозначенный нами в прошлых выпусках уровень 103.75. Особый интерес вызывает динамика доллара США в паре с австралийским долларом. По движению котировки видно замешательство и неуверенность трейдеров. Котировка, по сути, остается вблизи уровня 0.7300. Эксперты технического анализа ждут спуска ниже уровня 0.7249, после чего ожидается снижение к уровню на 0.7110, но фундаментальный анализ сигнализирует о другом. Сегодняшние отчеты с рынка труда внушают оптимизм. Так, согласно представленным данным, уровень безработицы в Австралии неожиданно сократился с 7,5% до 6,8%, а число занятых увеличилось на 111 тысяч человек, хотя эксперты ожидали сокращения на 40 тысяч. Такая информация усиливает оптимизм инвесторов и сигнализирует о восстановлении экономики, что, в свою очередь, позволит Резервного банка Австралии пересмотреть политику низких ставок.